Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, вы смотрите Бодрое утро, ну а я снова размахиваю руками, потому что я невероятно счастлива, что без гипса моя левая рука практически работает как раньше, а может быть где-то даже лучше, потому что я теперь больше ценю ее функции. Ну это было такое, так скажем, юмористическое вступление, назовем его так, а сейчас мы с вами поговорим на самом деле на серьезную тему. Сегодняшнее видео будет продолжением таким более развернутым вчерашнего, потому что эту тему я давно готовила, но все как-то не доходили руки, потому что ну правда разговор серьезный, которая вчера была про уменьшение желудка, нужно ли делать там бироэтрическую операцию и так далее. Вот, а сегодня я отвечу на ваши вопросы, которые вы оставили под вчерашним видео, ну и не только вопросы, а комментарии, и мы с вами, грубо говоря, более подробно, более широко эту тему разберем, поэтому начинаем. Вот момент тезис, который я очень часто повторяю, никто не поправился от большого количества фруктов, звучит красиво и успокаивающе, но запрещают много сладких фруктов эндокринологи не из-за потолстения, а из-за нежелательного выброса, выброса большого количества инсулина как реакцию на сладкое. Ира, опять звучит, вот вы знаете, я процитирую вас, красиво и успокаивающе, не ешь фрукты и похудеешь, но на самом деле наш человеческий организм устроен так, что тем или иным образом он углеводы получать должен. И проблема всех людей, всех женщин, которые пытаются худеть на диетах с диетологом, с эндокринологом, если у вас есть такой опыт, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что на моем опыте личного сопровождения таких людей очень много. То есть получается, как они, естественно, у них уже проблемы со здоровьем, будь это инсулинорезистентность, преддиабет, то есть у кого-то уже диабет, и они, естественно, обращаются к врачу. И врач им запрещает все и сразу. Ну, это я утрирую, конечно, но вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Я по-прежнему считаю, что в любом случае к врачам, к профессионалам обращаться стоит, но не стоит забывать, что все работает, к сожалению, не так, что мы люди. И вот психологические причины, психологическую составляющую доедание, заедание, переедание никто не отменял. И что в тот момент, когда вам врач с лучшими намерениями абсолютно сказал, не ешьте фрукты, и, да, потому что они сладкие, там, ну, и те причины, которые вы перечислили, и вы перестали есть фрукты, и другого сладкого вообще не едите. На самом деле это происходит не так. Какое-то время, это вот большинство случаев, которые мне, да, люди рассказывают, то есть какое-то время можно не есть фрукты, не есть сладкое совсем. Но потом наступает момент, когда сладкого хочется. И, соответственно, сладкое, то, что в такой момент, да, мы употребляем все, все, кто пробовал отказаться от сладостей совсем, да, в том числе от фруктов, от которых так сильно советуют отказаться, вот, сталкивается с таким, да, моментом истины, можно так сказать, когда тебе уже все равно. Ты хочешь, и организм твой требует, это абсолютно, ну, нормально, да, это физиологический процесс, что нужны углеводы. И, естественно, наш организм с одной стороны и наши привычки с другой стороны, то есть это комплексный такой процесс, выбирают, конечно же, не морковку сладкую с высоким гликемическим индексом, или не персики, арбузы, я не знаю, черешню, бананы или тот виноград, про который нам говорят всегда, не ешьте его, а выбирают какую-то шоколадку, вафельку, пирожное и так далее. Это я сейчас говорю, конечно, про большинство случаев. Какие-то исключения, подтверждающие правила, никто не отменял, но в большинстве случаев происходит именно так, как я говорю. Это происходит не потому, что я так хочу, да, а это происходит, потому что реальная жизнь. И природа не терпит пустоты, и не едим фрукты, едим что-то другое. И значит, мы подходим к тому, что есть теоретическая часть, да, в которой сильные врачи и люди, которые не сталкивались с проблемами, и слава богу, конечно же, с проблемами в пищевом поведении, с расстройствами пищевого поведения. И они не понимают, как это работает. Вроде бы они, естественно, как бы понимают, как это работает, но пока ты сам не столкнулся, пока ты сам с этим не разобрался, ты не понимаешь, насколько это серьезно и сложно. Вот, и тогда, если мы реально, практически, да, применимо к нашей жизни, к жизни обычного человека, смотрим на этот вопрос, получается, что у нас на самом деле есть вариант. Есть фрукты, да, которые обладают высоким гликемическим индексом и так далее, и так далее, но при этом отказаться от кондитерки из магазина, либо у нас есть вариант, кстати, он еще очень опасен вот этим вот отсутствием постоянства и вот этими спорадическими срывами. То есть, есть вариант, мы не едим фрукты и какое-то время держимся, да, и периодически закусываем чем-то таким сладким, совсем не фруктами, ягодами и так далее. И опять уходим на цикл, себя виним, опять ничего такого не употребляем, и опять где-то там что-то мы едим. И получается, вот той самой системы, той самой плавности, которая нужна для нашего организма и для нашего здоровья, к сожалению, нет. И очень разноплановые, так скажем, рекомендации, к сожалению, дают многие врачи. Про это мне тоже рассказывают. Ну, мы про это не будем, я говорю вот про свое мнение и про свой опыт на эту тему. Получается гораздо проще употреблять каждый день известное количество фруктов, правда безопасных, правда тех, да, это те продукты питания, с которыми наш человеческий организм взаимодействовал тысячелетиями. Подчеркиваю этот момент, не упускайте его из вида. И опять, если мы углубимся в корень проблемы, в основном, да, что диабет и инсуринорезистентность – это заболевание или вот какое инсуринорезистентное состояние, да, связанное с тем, что человек ведет нездоровый образ жизни. Естественно, бывают случаи, когда это происходит не из-за того, что там годами было переедание и совсем не фруктами, да, вот. Но в большей части сейчас это все-таки проблема того, что люди употребляют очень много еды промышленного производства, постоянно кусочничают, потому что еда доступна как никогда, огромное количество добавленного сахара, добавок, соли, в общем, всего того, что нам совсем не нужно, и что негативно влияет и на поджелудочную, и на вот проблемы с диабетом, инсуринорезистентностью. Поэтому не стоит забывать о первопричине, потому что все-таки большинство людей заболевают диабетом не от того, что они переели фруктов, а от того, что у них нездоровое питание, и отнюдь не от того, что они едят по 5 килограммов арбуза в день, а от того, что они едят какие-то шоколадки, и разные-разные варианты к бутерброду, ну, у каждого свое, и от этого лишний вес, от этого перегрузка на всю систему организма, ожирение, и как один из моментов, который возникает следствием всего этого, это диабет, инсуринорезистентность. Поэтому я прошу вас не забывать вот об этой причинно-следственной связи и о том, что мы с вами все живем в нестерильном, да, кстати, ковид нам это все показал, а абсолютно в реальном мире, где у людей есть реальные проблемы, проблемы в пищевом поведении, привычки какие-то нездоровые с детства, со взрослого возраста, и это не происходит переключением тумблера, то есть что вы сходили к врачу, он вам сказал, не ешьте фрукты, не ешьте это, и человек раз и все перестал есть, иначе бы каждый четвертый человек на земле, не перестану это повторять, не страдал бы лишним весом и ожирением. Поэтому, пожалуйста, не забывайте об этом, анализировать вот все, что произошло с вами, с вашим лишним весом и так далее. И причинно-следственная связь очень важна, потому что начинается все отнюдь не с фруктов. Продолжаем. Сейчас. Так, вот мне понравилось еще. Ольга, Маша, вы прямо врач? Нет, я, кстати, спрашивали еще, я не врач, у меня медицинского образования нет, я об этом часто говорю, чтобы ни в коем случае никого не ввести в заблуждение, и всегда радую за то, чтобы обращались к врачам. Если что-то не так, то и я сама, в принципе, в своей жизни делаю так, то есть вариант секонд опинин, это то есть сходить к еще одному специалисту, если вы в том диагнозе, да, там, сомневаетесь, который вам поставил врач, то сходить еще к одному и перепроверить результаты. Иногда и к двум надо сходить, но это объективная наша реальность. Кажется, вам нужно загорать, вы бледненькая. Так, на самом деле я не бледненькая, у меня очень благородный оттенок кожи, который я очень люблю, я не загораю, то есть, ну, во-первых, я не люблю загорать, мне это неинтересно, и самое интересное, вы знаете, когда в подростковом возрасте мы ходили там на пляж, мы там около речки жили, и все подружки всегда загорали, я вообще не понимала, потому что мне всегда было интереснее, ну, плавать, барахтаться в воде, играть в какие-то игры, нырять, и так далее, то есть, вот для меня просто лежать на песке странное время про вождение, потому что это неинтересно, вот, и я все время, они там лежали, говорю, да пойдемте поплаваем, вот, и самое интересное, я думала, что это, ну, потому что я еще там маленькая, да, грубо говоря, теперь я выросла, ну, во всех смыслах, потом уже уменьшилась, ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю, и самое интересное, что когда мы были на море всей семьей, я тоже говорила, хватит лепить замки, пойдемте поплаваем, это как-то так, вот, и из-за того, что моя кожа очень белая и красивая, мне она очень нравится, оттенок, да, вот, я всегда пользуюсь солнцезащитными средствами, SPF 50, вот, если я не загораю, то есть даже через 50, если ты долго находишься на пляже, хотя обновляешь, да, крем, все равно какой-то загар проскальзывает, но это с меня все благополучно слазит, потому что, ну, вот, моя кожа не приспособлена загорать, я такой цели не испытываю, мне абсолютно нравится быть светленькой, вот, и я собираюсь продолжать, загорать скучно, честно, Мария, так, сейчас, просто я сегодня вот открыла, да, ваши вопросы и решила поотвечать, и так, Мария, добрый день, ну, я вчера уже в комментариях отвечала, ну, еще разочек, скажи, кто ты по профессии, ты имеешь отношение к медицине, прямое отношение, и так, уже выше говорила, что прямого отношения к медицине, ну, кроме того, что я постоянный клиент всяческих медицинских заведений, потому что у меня астма, аллергия и так далее, вот, я не имею с одной стороны, но с другой стороны с практической имею, почему? Потому что в связи с тем, что у меня всякие разные проблемы со здоровьем, я, так скажем, поняла, что, да, опять, вот в таком русле, что мое тело, это мое дело, и, соответственно, мне о нем нужно заботиться и искать, в принципе, сейчас, ну, много нормальной информации, действительно, да, там, про какие-то клинические испытания, и так далее, в сети интернет, то есть, это не вот это вот, съешь там чего-то там, запей чего-то там, похудеешь там, настолько это или астма там исчезнет навсегда, ну, вот эти всякие кликбейтные, там, хайповые какие-то заголовки, а действительно реальная информация, и, конечно, отлично, что в 21 веке мы можем эту информацию так просто, да, и, ну, дешево, на самом деле, получить просто раз в месяц, заплатив за интернет. так, так, а, еще вчера, кстати, вот, спрашивали по поводу того, так что же, действительно, нужно практически делать для того, чтобы уменьшить желудок, то есть, вчера мы вообще с вами говорили, что его нужно не уменьшить, а вернуть чувствительность рецепторам и дать нашему мозгу возможность вырабатывать, да, там, в нервной системе необходимое количество дофамина, то есть, гормон удовольствия, который вырабатывается при том, когда мы едим что-то вкусное, чтобы все вот эти процессы взаимодействия, вся эта работа нашего организма пришла в норму. Что сделала лично я? Я уже рассказывала, что это трехразовое питание, это то, что помогает избежать кусочничества нормальными портами, где-то 300-350, если это 400 и 500 миллилитров, возможно, вот суп точно не растягивает желудок, и вчера мы с вами говорили, что пустой желудок взрослого человека объемом 500 миллилитров, и от того, что мы туда будем класть 200 граммов, желудок точно не сохнется, вот, и, конечно, что меня очень сильно выручило, и на самом деле, теперь стало отличной моей привычки на долгие годы, я в этом нисколько не сомневаюсь, это достаточное количество овощей, которые я употребляю с ужином, то есть это как раз таки то, что помогает мне чувствовать наполнение в желудке, при этом овощи это, да, не мясо, это пища, которая достаточно легко, и просто переваривается, и поэтому я чувствую и наполнение, и сытость, поэтому если вдруг вы только начинаете, и, соответственно, вам просто хочется еще больше, да, еды по тем причинам, которые мы озвучивали вчера, конечно, тогда лучшим вариантом заполнить, так скажем, недостающий объем, является овощной салат, овощной салат вы можете абсолютно спокойно добавлять к любому приему пищи, то есть и к завтраку, и я не говорю завтракать только с салатом, я говорю добавлять, то есть вы можете салат добавить и к завтраку, и к обеду, и к ужину, и это будет полезно, вкусно, безопасно, единственное, что вас может беспокоить, вздутие живота, почему? Потому что ваш организм не привык справляться с большим количеством клетчатки, поэтому ему понадобится какое-то время, возможно, вообще все будет хорошо, но в среднем на то, чтобы привыкнуть, уходит от недели до месяца, это все индивидуально, Мария, вредно ли грызть черные жареные семечки? Если не вредно, то в какое время лучше этим заниматься? Мне понравилась ваша формулировка вопроса, вот, семечки грызу, сейчас реже, отвыкла, раньше они меня очень сильно выручали, я их грызла в основном по вечерам, потому что днем, ну всякие какие-то дела и так далее, а вечером привыкли всегда что-то есть, допустим, да, я про себя и про мужа говорю, и вечером семечки вручали, потому что они, ну, однозначно безопаснее, чем погрызть бутерброды или чипсы и так далее, ну, с мужем мы где-то 100 граммов вдвоем, то есть, ну, по 50 граммов сгрызали. вот, еще хороший вопрос, Ирина говорит, что видео про питание во время беременности, Ирина, у меня честно, вот, такого опыта, что как я питаюсь по-новому во время беременности, ну, во всяком случае, пока еще не было, соответственно, личным опытом на эту тему поделиться я не могу, потому что элементарно просто нечем делиться, да, вот, первое, второе, медицинского образования у меня нет, чтобы с каких-то таких, да, так, теоретических, так скажем, моментов давать такие советы, и следующий момент, что все-таки в большинстве случаев самое обычное, нормальное, здоровое питание, о котором я, собственно говоря, и теоретически, то есть, вот в таких видео рассказываю, и практически, то, что я показываю в своих рецептах, оно подходит абсолютно для всех людей, в том числе и маленьких детей, потому что моей младшей дочери три года назад было четыре, и все отлично у нее, и старшей дочери сейчас 14 лет, и тоже все хорошо, делает ремонт соседей, привет от них, вот, поэтому я думаю, что оно абсолютно подходит, но, естественно, как всегда, лучше посоветуйтесь, да, с гинекологом, ведущим вашу беременность, возможно, естественно, нужны какие-то дополнительные, да, там, витаминные добавки по назначению, ну, и вообще покажите, что вы едите, и, возможно, как-то врач, да, подкорректирует, и еще такой момент, что во время беременности, да, это нагрузка на женский организм, могут происходить обострения всяких, там, хронических заболеваний, или наоборот, они как-то вот, выходят, какие-то симптомы появляются тут, тоже и с питанием, нужно быть аккуратнее, в любом случае, посоветуйтесь врачу, и обращайте внимание на ваше самочувствие, ну, и, конечно, легкой вам беременности и родов, так, Маша, каким шагомером вы пользуетесь? Елена, вообще, шагомером пользоваться, ну, это вообще, да, не только для Елены, ответ, для всех шагомером пользоваться, ну, абсолютно не нужно, вот, сейчас подробно расскажу про шагомер, так, 10 тысяч шагов возникло тогда, когда, в 60-х годах 20-го века, то есть, это 60 лет назад, представьте, японские ученые изобрели, создали, так скажем, да, там еще по-другому они работали, в общем, шагомер, и, соответственно, сейчас уже экономика находится на таком уровне, что не спрос, да, то есть, необходимость в каком-то продукте рождает предложение, да, что людям что-то очень сильно нужно, и им, так скажем, ученые, промышленность, там, инженеры и так далее, идут навстречу, создают столь необходимый продукт, сейчас все работает уже, сейчас, да, мир присыщен товарами, разнообразными, девайсами, всем чем только угодно, и что-то даже совсем не нужно, вот, и сейчас модель рынка идет совсем по-другому, то есть, сначала создаются какие-то товары, услуги, возможно, и потом под них уже формируется рынок, точно так же произошло и с шагомерами, никому они были не нужны, и, кстати, 20 и 30 лет назад, когда еще не было распространено повальное, да, использование всяких вот этих фитнес-часов, шагомеров и так далее, людей с лишним весом и ожирением было меньше, вот, и японские ученые, значит, как, надо же как-то это все дело предлагать, продавать и так далее, вот они, вот они как раз-таки первыми высказали тезис о том, что нужно 10 тысяч шагов, ну, а теперь, если человеку нужно обязательно 10 тысяч шагов, да, тем более же их нужно ходить не просто так, а для похудения, естественно, нужно что-то, что измерит шаги, а то вдруг вы прошли 9992, шага, и до 8 тысяч не дошли тогда не похудеть, извиняюсь, шагов не дошли тогда не похудеть, именно поэтому они и появились, у меня эти часы шли в подарок к телефону, то есть я бы браслет или бы часы покупать отдельно никогда бы не стала, вот, почему, потому что даже там самый какой-то лайтовый вариант браслета стоит, ну, полторы где-то тысячи рублей, я бы на полторы тысячи рублей пошла бы, лучше фруктов купила, или в такой экономической ситуации отложила бы их в копилочку, пусть лежат, вот, и перевела бы в доллары, вот, поэтому часы умные у меня, Samsung, и на самом деле, они, ну, к телефону шли в подарок, вот, для меня самой удобной функцией все-таки является, это не шагомер, а самое удобное, это то, что ими можно оплатить, то, что когда звонит телефон, и где-то там у меня в рюкзаке закопанный, то часы жужжат, и какие-то оповещения, то есть это имейл, это сообщение, это ватсап, они тоже жужжат, то есть я смогу сразу увидеть, да, там быстро отреагировать, вот, потому что шагомер сейчас можно скачать в любой мобильный телефон, и плюс-минус он будет показывать все верно, и это на самом деле не принципиально, потому что все-таки самое главное в похудении, снижении веса, нормализации, да, образа жизни, это не считать шаги, это такое некое, знаете, фарисейство, а это налаживать питание, налаживать режим питьевой, налаживать режим труда и отдыха, и самое главное, конечно же, продолжать. Надеюсь, что мои ответы на ваши вопросы были для вас, интересными, полезными, что это видео вас зарядило на позитив, если это так, обязательно поставьте лайк, оцените нашу работу, вот, если вы до сих пор не подписаны, конечно же, сделайте это, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые видео, с вами была утренняя бодрая Мария Мироневич, я желаю всем любви, добра, ну и, конечно, берегите себя.